Шоу «Танцы на ТНТ» транслируется с 2014 года. Участники проекта борются за звание лучшего танцора России и главный приз в размере 3 миллионов рублей. Это шоу имеет невероятную популярность. Всем привет, я Антон Дилс, и в данном видео я вам расскажу, как сложилась судьба победителей шоу «Танцы на ТНТ». Поехали! Как и в других семьях, мама Ильшата была инициатором выборе секции танцев для своего сына. Поначалу Ильшату не понравилось то, чем он занимается, ведь тренировки забирали у него слишком много свободного времени, которое он хотел потратить на другие интересы, но со временем он втянулся и даже полюбил это занятие. Поэтому после окончания школы Шабаев даже не раздумывал, с чем свяжет свою дальнейшую судьбу. Он сначала окончил местное художественное училище, а потом отправился в Москву получать высшее образование и наращивать полезные знакомства в сфере танцев. До попадания в шоу «Танцы на ТНТ» он успел стать успешным танцором и поработать с многими известными хореографами. Поэтому никто не удивился, что на кастинге выяснилось, что оба наставника с ним знакомы. Несмотря на это он выложился по полной программе и с легкостью прошел в двадцатку. Он попал в команду Егора Дружинина и работал с ним на протяжении всего сезона, находя нужный язык почти со всеми хореографами, которых давал ему наставник. В борьбе с другими не менее яркими и талантливыми участниками ему все-таки удалось вырвать победу. Хотя, как он признается сам, мужчина уже не верил до конца, что ему это удастся. Он стал первым победителем проекта «Танцы на ТНТ». После проекта график самого лучшего танцора страны был расписан по минутам. Все популярные школы танцев страны и не только хотели позвать его на мастер-класс для своих учеников. Больше всего Ильшат полюбил преподавать два направления, в которых, как он считает сам, добился приличных результатов. Первый – это контемпорали, а второй – хип-хоп. Также, учитывая свой возраст, Шабаев мечтал создать семью и построить свой дом, где ему будут всегда рады. Про дом пока ничего не известно, но в 2016 году начал исполнять свою мечту и женился на красавице Альфии. Свадьба их была в Новосибирске. Максим родился в столице России, Москве. Парень уже с детства решил связать свою жизнь с танцами. Свою первую команду нашел в 11 лет, а уже в 14 поехал на конкурс за границу. Когда он повзрослел, то помимо развития как танцора, захотел еще самоутвердиться и как хореограф. А вот когда ему исполнилось 19 лет, его мечта сбылась, и он поставил свою первую хореографию. Но он также не забывал самосовершенствоваться в качестве танцора. После того, как Максим стал профессионалом в нескольких направлениях, он начал учить детей, открыв свою школу. В 2010 году он со своим братом и подругой решили запустить свой проект. За несколько лет существования своей танцевальной группы ребята сотрудничали со многими звездами, такими как Ёлка и Бьянка. Своё знакомство с самым масштабным шоу в России он начал в качестве хореографа. Его пригласили на первый сезон, где ему очень сильно понравилась атмосфера и энергетика, которая переполняет всех на шоу. Поэтому он не раздумывал и прошел кастинг второго сезона, уже в качестве участника. Так как он был популярным хореографом, то отношение к нему со стороны жюри и зрителей было намного жестче. Но сильный мужчина смог выдержать волны негатива, которые шли в его адрес в начале его пути по шоу. Потом же он смог завоевать любовь к публике. Как сам признается Максим, у него есть одно преимущество перед другими участниками. Ввиду того, что у него есть весомый опыт в роли хореографа, он знает, как лучше себя показать для зрителей в том или ином номере. Пройдя все испытания и показав себя, как профессионального танцора, Максим завоевал достойную победу во втором сезоне шоу. После шоу Максим продолжил развиваться как хореограф. Он работает как отдельный специалист, так и участвует в постановках вместе со своей дамой сердца. Кстати, после проекта мужчина сделал своей девушке предложение, и вскоре они сыграли свадьбу. Также Нестерович активно принимает участие в других интересных проектах, в которые его зовут. Так он побывал в роли участника в популярном шоу, которое также показывают на канале ТНТ, где логика. Также с своей супругой он снимается в музыкальных клипах. Ну и как все публичные люди, Максим ведет активную социальную жизнь, где делится с своими подписчиками интересными фрагментами из своей жизни. Антон родом из Белоруссии, уже с детства прослеживалась его тяга к активным играм и танцам, поэтому мама недолго думала, как разнообразить досуг сына, и отправила его в танцевальный кружок. Антон хорошо себя показывал в классических направлениях, но в подростковом возрасте ушел в уличные танцы. Когда поновник уже вырос, его друзья посоветовали ему принять участие в украинском шоу «Танцуют все». Антон с легкостью прошел кастинг и показал себя с наилучшей стороны. Дальнейшее пребывание, к сожалению, оказалось не столь долгим, насколько этого хотел танцор. Но зрители успели запомнить его, как яркого представителя уличных направлений. Антон почти добрался до десятки лучших танцоров. Когда поновник узнал, что в России запускает столь масштабное шоу, посвященное танцам, он не раздумывал и поехал на проект в первом же сезоне. Кастинг в этот раз прошел не столь гладко, но он все же прошел и попал в команду к Мигелю. Первый же парный номер его поставили к бывшей девушке, Алиси Доценко, с которой он еще не раз танцевал вместе. Также, когда до него дошла очередь в сольном номере, Антон показал себя как профессионала своего дела и сорвал аплодисменты публике. Но, к сожалению, он так и не смог выйти в финал первого сезона «Танцы на ТНТ». Но зрители навсегда запомнили его слегка нагловатую манеру общаться и красивые танцы. Успех к нему пришел через пару лет. Он стал победителем «Танцы. Битва сезонов». На пике популярности после победы в шоу его пригласили сняться в клипе певца «Буррито». Видео было снято на композицию «Спешите любить», и оно очень сильно понравилось зрителям. Те, в свою очередь, отметили яркую актерскую игру Антона вместе с героиней, которую играла Кристина Асмус. Также он был одним из членов жюри танцевального конкурса «Выбирай успех». Но и не забывает Антон про свою карьеру танцора и хореографа. Он гастролирует по странам СНГ со своими мастер-классами, которые пользуются огромной популярностью как у начинающих танцоров, так и у профессионалов. Дмитрий родился в Казахстане и с самого раннего детства любил танца. Его родные не разделяли увлечения ребенка и всячески пытались завлечь его в другую сторону, поэтому мальчик одновременно ходил на несколько спортивных секций. Но ничто так не нравилось Дмитрию, как чувство сцены и аплодисменты после удачно выполненного танцевального номера. Позже родители смирились и приняли выбор сына, поняв, что это обдуманный и серьезный выбор. После того, как он получил профессиональное творческое образование, он отправился в вольное плавание, где он очень скоро был замечен и приглашен на популярный на Украине конкурс «Танцуют все». Там он проявил себя как талантливый танцор и дошел до самого конца, заняв третье место. Победа для него была не важна, ведь главное было доказать своим родным, что в детстве он сделал правильный выбор. Когда он решил принять участие в шоу танца на ТНТ, он был полностью подготовлен. Мужчина признался, что до кастинга повторял многие направления, которые танцевал только в юном возрасте. Поэтому сам кастинг он прошел с легкостью, можно даже сказать больше, он прошел его превосходно, ведь наставники соперничали друг с другом за попадание танцора в их команду. В итоге Щебет попал команду к Мигелю. Во время всех этапов зрители с удовольствием наблюдали за талантливыми выступлениями молодого танцора. Он притягивал своей простотой и желанием творить на сцене. Он не гнался за рейтингами и не строил интриги, а просто проживал каждый номер душой и телом. А когда зрители узнали, на что он потратит выигранные деньги в случае победы, то и вовсе отпал вопрос, кто должен стать победителем. Дмитрий мечтал купить новый дом для своей мамы, что в общем он и сделал, когда его объявили победителем третьего сезона «Танцы на ТНТ». В данный момент Щебет продолжает выступать как сольный танцор, так и в составе группы, которая в 2017 году выступала в полуфинале конкурса «Евровидение». Также Дмитрия в свой коллектив позвал бывший наставник команды Мигель. Кстати, его проект работает от компании ТНТ. Не забывать Щебет и про своих фанатов. Он постоянно выкладывает в социальные сети фото и видео с репетицией и выступлений. Виталий родился не в большом селе под Санкт-Петербургом. В детстве он был энергичным ребёнком, который любил подвижные игры. Танцами он увлёгся, когда увидел выступления местных ребят, которые занимались брэк-дансом. После этого мальчик всё своё свободное время посвящал этому танцевальному направлению. После окончания школы он решил пойти по стопам отца и поступил в институт на учителя физкультуры. Одновременно с этим он развивался дальше как танцор. Он изучал многие современные стили танца, чтобы быть более универсальным артистом. Также он выступал с командой на различных соревнованиях в стиле хип-хоп. В упорстве и твёрдости характера Виталию можно позавидовать. Некоторый горечь поражений может заставить остановиться, но только не его. Придя на кастинг первого сезона, он показал отличный результат и даже прошёл следующий этап. Но, к сожалению, в двадцатку он не попал. То же самое случилось и во втором сезоне. В следующий раз он пришёл покорять танцы на ТНТ уже в четвёртом сезоне. Заслуженный участник всех сезонов программы и проекта танцев. Он был настроен решительно, впрочем, как и в прошлых попытках. В этот раз он занял место в двадцатке и в каждом раунде себя показывал с новой стороны. Доказывая, что он профессионал своего дела. И здесь находится не просто так. Дойдя до финала, он продемонстрировал зрителям то, что каждый может добиться того, чего он хочет, приложив максимум усилий. В итоге он стал победителем четвёртого сезона. Победив самым популярным танцевальным шоу страны, он продолжает карьеру танцора, давая мастер-классы по всей стране. Как и ранее сообщал мужчина, выигранные три миллиона он потратил на покупку квартиры. У Виталия есть своя танцевальная группа в Санкт-Петербурге, где он является действующим хореографом. Также у него в планах есть переезд в Москву, чтобы продолжить карьеру сольных выступлений, так как к нему не раз поступали предложения. Друзья, кто ваш любимый участник шоу «Танцы на ТНТ»? Напишите своё мнение в комментариях под этим видео. Мне будет интересно с ним ознакомиться. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь дальше будет ещё интереснее. До новых встреч! Скоро! Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok